Мне конный спорт нужен И правильное питание нужно для того, чтобы именно не потерять то, что у меня всю жизнь было в качестве подарка сначала от родителей, в качестве таких стечений обстоятельств очень удачных, которые стали нормой жизни для меня. Если в детстве не было просто конфет, ну не было, потому что мы жили небогато очень. Мы очень часто, на завтрак у нас была гречневая каша, а если мы хотели плотно поесть, то мы там в подпол за картошку слазили, пожарили и креста. Был курятник, то есть я всю жизнь прожила в деревне сознательно до 20 лет. Было огромное хозяйство и неправильно питаться было просто не с чего и некогда. Да, и все время в движении мы были с детьми. Воду возили, санки, тележка, уголь кололи, дрова рубили. Сначала пилили, потом рубили. Нам толстить-то было некогда и нечего. Конфет не было, на Новый год только у нас были конфеты, это был Советский Союз. Очень важно это не утерять то, что мне судьбой дано в качестве подарка. Чтобы этого не утерять в связи просто с возрастом уже и с образом жизни московским, очень легко в Москве вообще провалиться в браздрайв. Соответственно, кон и спорт это вот такая история про ценности. Для меня это история про дружбу. Они ревнуют, кони ревнуют, они заигрывают. У всех разный характер. Я обожаю прибоя Хэлдена. А вот первая моя тренировка, она была на галогене. А галоген, он, вся конюшня знает, что он капризный, самовлюбленный, белоснежный, в гречку серую конь, которого всегда берут на фотосессии, потому что он нереально красивый. А он это настолько осознает сам про себя уже, что просто считает ниже своего достоинства неквалифицированных ездоков на себе терпеть. И всячески их провоцирует на страхе. И прикалывается. Вес — это не просто количество килограмм, это же качество веса, да? То есть если... И прямая связь уже с питанием идет. И поскольку ты то, что ты ешь, мы знаем из истории и философии, что уже давно известно, что человек — это то, что он ест. Если мы едим продукты, которые вредят биосинтезу нашему, то, соответственно, мы превращаемся не в идеальных людей. И образ мысли и питания все влияет на внешний вид. Я думаю, что даже образ мысли больше, чем образ питания, влияет на внешний вид и на структурирование того, что мы называем «я». Сильно не пытался решать эту проблему до этого. Вот. Решение пришло для меня со стороны супруги. Она месяц уже провела в тренинге, будем так говорить. И, собственно, наблюдая за, во-первых, результатами, во-вторых, за комментариями, за самой стройностью программы, я сделал для себя вывод, что, пожалуй, наверное, то, что я исполнительно всегда искал, то есть специализированно, я еще раз говорю, цели себя не ставил найти. Но всегда ждал о том, что наступит, наверное, тот момент, когда либо мне это станет нужным, либо я увижу среди множества программ для похудания, как я раньше это считал. Сейчас я считаю, что это не похудание все-таки, а стройнение, две разных вещи совершенно. Да, тут как бы большой, большой как бы айсберг лежит внизу под водой, да, что такое похудание, что такое стройнение. Да, это разное сочетание и доли мышечной, и жировой массы, и вообще самочувствие, и легкости прохождения самой программы. Так я увидел, что, во-первых, программа для меня понятна, и я этого давно искал так, чтобы... Хотя я вру, у меня один раз был опыт, я на КБЖУ сидел, на подсчете калорий, белков, жиров, углеводов, на подсчете рациона. Конечно, опыт совершенно неудачный, вот, в итоге я эти калории, белки, жиры, углеводы бросил считать, хотя очень хорошо подготовился, скачал и программы, в Экседе сам себе завел рацион. Но это нереально понимать о том, сколько у тебя калорий, белков, жиров, углеводов лежит перед тобой там в ресторане, либо в гостях у кого-либо. Так вот, я увидел в том, что эта система не настроена на то, чтобы что-то сложно считать, что эта система по бытовому понятна. И второй фактор, тоже очень важный для меня и обязательный, в том, что есть вполне себе правильное и научное обоснование того, что происходит с организмом. То есть это не просто так вот делай раз, два, три и получишь результат, почему, необъяснимо. А есть для этого обоснования, опять же, данные нормальным человеческим, по бытовому понятным языком и про биохимию процессов в организме, и, в общем-то, и про мотивационную часть этого процесса. Ну и, собственно, я решил попробовать. Расскажите, пожалуйста, как строится ваш день, с чего вы начинаете свое утро, во сколько встаете, чем завтракаете? Встаю, будни это 6.00, божью дочку 6.30, в 7.30 выходим в школу, в 8.30 это первый мой завтрак. Завтрак это овсянка на воде, банально, но вкусно для меня, и яичница, либо омлет. Вот чего организм требует, то и кушаю. Дмитрий, ваш завтрак? Раньше завтрак мой был вообще не системный, то есть могло быть так, что я просыпался, два часа делал какие-то дела, отвечал на звонки, писал письма, потом ехал до работы, на работе еще какие-то были разговоры, и только потом, часам 11-12, дело доходило до завтрака. Зачастую такой завтрак в себя включал множество блюд, то есть это обязательно яичница, желательно с беконом, это сладкая булочка, не знаю, бутерброд с маслом, сыром сверху. Как приятная звучит. Да, да. Маскарпоне на носочник, например, вот, большая чашка кофе. С молочком, с сахаром? Нет, с сахаром, всегда с сахаром, и в прикуску желательно с белым хлебушком, опять же, там, колбаска сверху, вот, то есть завтрак из нескольких блюд, собственно, вот такая была история. Потом потихонечку себя в руки взял и перешел на кашу. Есть ли какие-то изменения в вашем самочувствии, в уровне энергии, после того, как вы стали более осознанно относиться к утреннему приему пищи и завтракать в правильном режиме? Да, ну, первое, у меня перестало преследовать чувство голода или аппетита, по-другому сказать. Перестало быть желание налить себе кофе с конфеткой съесть через час после завтрака и поддерживать себя вот так конфетами всю первую половину дня. По сути, как бы чувство голода приходит, наверное, ближе к обеду, когда хочется кушать. И вот эта сытость, эта энергия и отсутствие мыслей о том, что надо будет что-то перекусить, и вот как раз переход на завтрак каши мне как раз и дал. Итак, поговорим с вами о правилах, которые стоит придерживаться для того, чтобы, во-первых, изменить свои пищевые привычки, научиться анализировать свое питание. Правила простые, в принципе, каждый из вас так или иначе с ними знаком, но хотелось бы сделать определенный акцент. Что у Валентины, что у Дмитрия, да, есть один маленький нюанс, это отсутствие завтрака. Завтрак, кстати, это то, что мы обычно пропускаем, чем мы жертвуем, и всегда нам не хватает времени, и, в общем-то, никогда нет желания готовить, тратить на это свое драгоценное время с утра. Но мы забываем о том, что когда мы с вами просыпаемся и вступаем в активный день, мы начинаем тратить энергию. У нас энергия нужна на все процессы, которые идут в организме. И когда мы не даем энергии, соответственно, ждать такого полноценного выхлопа от организма тоже не стоит. Запасы гликогена, которые дают источник глюкозы в течение ночи, когда мы спим и не едим, они уже, скажем так, на нижнем резерве, да, то есть уже фактически ничего нет. И мы еще, плюс ко всему, по привычке, выпивая чашку кофе, начинаем свою активную деятельность. И, в общем-то, организму ничего не остается делать, как искать источники глюкозы из нетипичных для него источников. Например. Белок, прежде всего, и наше жировое депо. Поэтому, дабы облегчить жизнь и дать нам, прежде всего, тот источник энергии, который максимально понятен, нам необходимо с вами позавтракать, и завтрак обязательно должен включать в себя углевод-составляющую, да. Но углеводы углеводам рознь, да, есть быстрые углеводы, есть медленные углеводы. Вот быстрые углеводы — это... А жировое депо? Жировое депо. Это что? Жировое депо — это ваши запасы жира, которые организм как раз-таки запасает для того, чтобы черпать вдохновение и силы. Может, лучше не завтракать, чтобы жировое депо расходовать? Нет, завтрак, опять-таки, обязательно нужен, потому что при использовании не очень типичных источников глюкозы мы получаем большое количество побочных эффектов и видят, допустим, тех же самых кетоновых тел, которые являются, грубо говоря, токсичными для нашего организма. Поэтому себя надо любить, беречь и находить обязательно время для того, чтобы быть здоровыми и, в общем-то, жить полноценную и качественную жизнь. Возвращаемся к завтраку. Завтрак должен включать в себя длинный углевод. Это какие-то могут быть крупы, это могут быть цельнозерновые макароны, макароны твёрдых сортов пшеницы. Это может быть как аналог цельнозерновой хлеб, который мы тоже можем использовать как длинную углеводную основу. Овсяная каша. Каша, гречневая каша, бугур, рис, гречка, масло на самом деле. Каша на молоке? Мы на молоке на первое время использовать каши не будем. Мы стараемся варить каши на воде. И если уж прям совсем хочется, то мы будем добавлять уже молоко в готовый продукт, как, собственно говоря, и масла, которые мы тоже можем использовать полноценно. И мы их тоже будем добавлять уже в готовый продукт. Не надо как бы фокусироваться только на одной овсянке. В процессе работы я вам буду рассказывать о разных вариантах круп, которые мы можем использовать. И я расскажу вам о фаворитах круп, да, но всё это по мере нашей с вами работы. Но задача какая? Задача есть разнообразна. Потому что чем разнообразнее продукты мы используем в своём рационе, тем больше витаминов, макро- и микроэлементов мы получаем. Поэтому если мы будем изо дня в день есть одну овсянку, то, соответственно, мы будем получать с вами весь минеральный там и витаминовый состав, который есть в одной овсянке. А если мы возьмём какие-то другие крупы, да, для того, чтобы разнообразить наш рацион, и чтобы нам прежде всего не надоело, потому что мы с вами не на одну неделю встречаемся, да, условно у нас с вами такая достаточно длительная плодотворная работа впереди предстоит. Поэтому чтобы через неделю вам не наскучило, лучше стараться разнообразить своё меню и, соответственно, есть разнообразно, вкусно, и главное, чтобы вам это нравилось. И задача номер один – это ваши привычные продукты, которые вы наиболее часто используете в своём рационе, укладывать в ту схему питания, которую я вам пришлю в заключение, потому что меню я вам 100% не даю, да, потому что меню – это то, что обязывает человек готовить, меню – это то, что помогает нам достичь цели похудеть прежде всего, но как только вы уходите с меню, вы возвращаетесь с вами к пищевым привычкам, и таким образом мы получаем рикошетный набор веса, а нам это не нужно. Жировой депо. Да, обратно возвращаемся в жировой депо, но нам важно уложить новые пищевые привычки в вашу жизнь и максимально долго пользоваться ими для того, чтобы быть здоровыми, красивыми, стройными и счастливыми. Мы рады, что вы решили поучаствовать в этом проекте. Решили рискнуть. Да. И как в дополнение к вашим основным тренировкам и, может быть, что-то новое для себя, да. А на фигуру как-то будет хорошо влиять? Конечно. Мы будем концентрироваться именно на ваших проблемах, которые вас интересуют. То есть вы даже мне можете в процессе тренировок говорить, что конкретно вас беспокоит. Я чего лошади? Почему мы не можем без лошади это делать? Можете, конечно, делать и без лошади, но лошади это эффективнее, это во-первых, а и приятнее, конечно, безусловно, потому что когда у нас хорошие эмоции, когда у нас хорошее настроение, всё идёт в разы быстрее, да, любая тренировка становится эффективнее. Ты заметила, на лошади не расслабишься ни секунды. Вообще не расслабишься. Постоянно в движении. В тонусе, даже если я на движении, да. Пытывают тоже удовольствие от того, что они полезны нам, полезны людям. Они это ощущают. Конечно, они это ощущают непросто, действительно это ощущают. Ну, правда. Вот, есть такой парадокс, что лошадь, она не создана для того, чтобы возить на себе человека, но грамотные тренировки лошади верховой продлевают ей жизнь и здоровье. Конечно. То же самое. Она натонизирует, а мы её. Конечно, то есть мы друг другу полезны. Когда испанцы Америку завоёвывали, индейцы же верили, что лошадь и человек – это одно целое. И получается такой уникальный симбиоз, я считаю, да. То есть если это всё под руководством грамотным происходит, то очень-очень полезно это и для лошади. И поэтому он тоже рад. Вот, видите. По нему заметно, да. Спасибо вам, Молдрона. И он уже вас знает, он узнаёт. То есть лошадь уже всё, она уже готова на контакт. Спасибо. Спасибо.